Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! С вами фигурка на карантине. Меня зовут Эмма Гаджиева. У нас сегодня необычный выпуск, потому что в мире происходят невероятные вещи. И искренне желаю всем нам с вами здоровья, как никогда актуальное пожелание. Если вы еще не подписаны на наш фигурно-катательный YouTube-канал, который называется «Фигурка», то непременно сделайте это прямо сейчас. Ну а мы, пользуясь случаем, сейчас связались по скайпу. Нынче это модно. Опять и снова модно говорить по скайпу с призером чемпионата мира, с призером огромного количества этапов в гран-при, финалах гран-при. И вообще победительница на наших сердец, самой улыбчивой и самой зажигательной фигуристки Алене Леоновой. Мы позвонили. Аленочка, привет! Всем привет! Я тоже пользуюсь случаем. Хочу пожелать всем здоровья. Берегите себя и своих родных и близких. А скажи мне, у вас в Питере уже ввели карантин? Завтра у нас в Академии будет последняя тренировка. И субботы, как сказал президент Российской Федерации, по следующее воскресенье мы отдыхаем. Ну, расскажи, наши здесь в Москве уже несколько дней сидят на карантине. Как ты себе представляешь карантин? С ужасом ждешь его, того, что кататься нельзя, еще что-то? Ну, на самом деле, да, будет сложновато, вот, потому что, не знаю, не представляю вообще свою жизнь безо льда. Наверное, буду периодически в морозилку заглядывать, скрывать лед. О, как я спелись! Она все время водит нотом по столу. Все, убежала. Ну, она очень важна, на самом деле. Чувствую себя хозяйкой дома, такая. Сколько вообще тебе критично не кататься? Ну, то есть, предел того, после которого ты выйдешь на лед, и такая, так, как я это делала? Как я каталась раньше на коньках? Ну, если иметь в виду только не кататься, да, но в то же время поддерживать себя в форме дома. Каким-то образом, не знаю еще каким, то, в принципе, мне кажется, что можно год так позаниматься, потом... Да все равно ноги вспомню. Ну, на мой взгляд, не будет такого, что я прям отвыкну. Ну, 25 лет катаюсь я. Мне кажется, что только если я 25 лет еще не буду кататься, тогда да. Слушай, ну, а на самом деле вот сейчас отменили там чемпионат мира, очень много всего отменяется, в том числе перенесли твое шоу, которое должно было пройти 25 марта. Как вот... Ой, апреля, да. И как вот вообще ты реагировала на все эти новости? То есть, просто мир поделился на две части. Одни вообще не верили в коронавирус и говорили, что это все выдумки, а вторые, наоборот, верили и паниковали. На самом деле вот ситуация с шоу, это, пожалуй, такое мое, ну, самая большая такая грусть, потому что реально очень хотела провести, и я еще получила максимальное удовольствие выступая у Лизы как раз-таки на шоу недавно. Вот, и поэтому для меня было реально сложно поверить в то, что будет все настолько серьезно. То есть, ну, вот я пока еще, наверное, до конца даже не осознала. Наверное, вот я в субботу, когда в субботу начну сидеть дома, я уже пойму, что что-то не так. Слушай, ну, у вас вообще спортивная семья. Да, ты, Антон Шулепов, вы как-то вместе, да, наверное, будете заниматься? Уже думали на это? Я думаю, что да, наверное, будем как-то вместе, хотя, не знаю, как мы тут поместимся, но по очереди. Пока он будет делать какие-то подходы, я отдохну, потом наоборот. Ну, в общем-то, может быть, Беллу используем. Я на кухне, да. Что вы ели? Наконец-то вопрос крайне актуален. Когда человек сидит на кухне, и я ему належала шоколад. Да, шоколадка есть, Найтона такой в основном завтрак. На самом деле, ты сегодня так попала на этот день. Ну, в общем, так вызвало, что у нас сегодня углеводный день, и сегодня был спагист с пармезаном. Сказки сбываются мечты. Где? Где мои спаги? Мы все съели ему. Скайп. На самом деле, с питанием у нас вообще все достаточно серьезно стало. В общем-то, мы с Антоном вместе, ну, точнее, наверное, я заодно с ним, мы решили уменьшить количество жира в своем организме. И мы перешли на супер... Ну, нет, это как бы... Нет, ничего не измеряли, просто для себя. Но спустя уже две недели уже чувствуется реально, что... Ну, вот как бы... Я вот по себе вижу и чувствую, что без каких-то особых усилий прямо сбрасывается все лишнее. Вот, то, что было набрано. Вот, поэтому вот пока держимся. И, в принципе, ну, даже не голодаем, все в порядке. Антон еще и от сахара отказался. Вот, так что у нас очень правильное питание, вот. И стараемся вот по очереди готовить. Он меня учит, как правильно готовить. На ютубе смотрит всякие ролики правильной еды. Поделись каким-нибудь рецептом. Что, например, такого самого вкусного, ну, кроме пасты с пармезаном? Ну, вот, самое вкусное, наверное, что я ела, это он готовил... У нас вообще мультиварка теперь лучший друг, который на свадьбу подарили. И мне, в общем-то, мы готовили. И вот он приготовил котлетки куриные на пару. Очень вкусно. Очень. И безумно сытно. И реально потом не хочется ничего до утра. То есть, ну, он сам их сделал, эти котлетки. Да, прямо сам и фарш сам сделал. Все сам сделал. Ну, рацион обычного дня. Один день недели углеводный, да, ты сказала? Да, один день углеводный. Утром Антон ест либо яичницу, либо овсянку. Вот. Если он есть яичницу, я ем вместе с ним, овсянку я не очень люблю. Вот. Вот, поэтому я себе иногда утром позволяю какие-то сладости. То есть, ну, что-то вот очень сладкое, и чтобы на весь день хватило углеводов закинуть. Вот. Обед – это вот как раз-таки, ну, вот на пару что-то приготовлено. Любые котлетки и, например, овощи. Либо салат с тунцом. Вот. Тоже что-то такое легкое и полезное. Естественно, заправку можно любую. Вот недавно для себя открыла, никогда не думала, что можно реально салат отправлять греческим йогуртом. Вот. Я просто добавила в дачу с ног, и это получился просто нереально вкусный соус. Вот. И не такой жирный, как спитана. Да, да, да. На ужин творог с бананом, например. Ну, вот что-то такое. Тоже, в принципе, легенькое, и хватит до утра. Где гречка в рационе, я не могу понять. Гречку. Я хочу увидеть этого человека, который ест эту знаменитую гречу. Ну, вот гречу еще ни разу не готовили, потому что это очень, не знаю, на мой взгляд, долго. И мы, вот, на самом деле, вот в этой вот всей вот, скажем так, мишуре, да, которая началась в магазинах, мы вообще ничего не затаривали. Вот честно. То есть мы посчитали это, ну, что это дурдом. В общем-то, нам это не нужно. То есть вы не закупались на долгие... Нет. Нет, мы в бункер не собираемся. Чем себя можно занять на карантине? Вот давай прям по пунктам. Первое. Ну, ладно, ты спортсмен, сейчас скажешь, сделать упражнение. С этим все понятно. Или нет? Выспаться, выспаться, это вариант. Да, первое, это обязательно выспаться, я думаю, первые несколько дней будем спать до отвала, хотя, на самом деле, Белла вообще не дает спать, она с утра уже 7 утра у нее начинается, и она начинает ходить по нам, она научилась запрыгивать на кровать, она прыгает по нам, хочет играть, хочет в туалет, в общем, ну, не знаю, до 9 может дотянет как-то, вот. Ну, видимо, мы будем смотреть сериалы, наверное, фильмы, я не знаю, что еще. Ты посоветуешь сериалы? Есть список какой-то, который ты хочешь посмотреть? Список мы еще не написали, но могу посоветовать Ведьмака, мы недавно посмотрели, вот, и очень огорчили, что второй сезон выйдет только в 21 году. Вот, возможно, пересмотрим всю вселенную Марвел, я не знаю еще, вот, так что это тоже очень любим все Мстители и все такое, вот. Ну, и будем готовить, в принципе, когда мы вместе готовим, время летит достаточно быстро. Надо что-то придумать, какой-нибудь боулинг, вот у меня здесь куча есть коробочек с чаем, наверное, вот так их поставим, как в боулинге, будем мячиком маленьким сбивать. Ну, в общем, что-нибудь придумаем. Антону подарили на финале кучу чая. А, понятно. Да, ну, я думаю, что... Да, кстати, тоже недавно начали пить чай. Ой, покажи, я видела магнитики на холодильнике, покажи, откуда магнитики. А что за буковки? Буковки — это из творобушков. О, вы зайки! Пульки! Ваши совместные фоточки? Да, там есть фотка, когда мы были на массовом месте, катались и нас фоткали. Понятно. А магнитики откуда? Это кто-то дарит? Кто-то дарит, кто-то... Или сама привожу, но в основном все такие подарочные. Понятно. А что-то собираете вообще вместе с Антоном? Кроме коллекцию? Ну, кроме медалей? Собираем шерсть Беллы с пола, она очень сыпется. Звук звучит не очень стоманчиво. Можно этот ответ уже сделать самым оригинальным ответом 2020 года? У вас есть какая-нибудь коллекция, может, что-то собираете? Понятно, кубки виталий? Носки вяжем. Еще что-то. Да носки с пола собираем и шерсть Беллы. Ой, обожаю тебя! Слушай, у меня есть идея поиграть вот в какую игру. Я все думала, во что могут поиграть фигуристы, созваниваясь по скайпу, да, болельщики фигурного катания, вообще любители этого вида спорта. Вот во что можно поиграть по скайпу? Я думала сначала в карты, а потом как-то, ну, не получается в карты, потому что люди должны... Если кто-то вытягивает одну карту, то с той стороны эта карта из колоды должна пропасть, ну, как бы, если в дурака, да. Есть отличная детская игра, называется «Города». Помнишь такое, типа, я говорю «Москва», а ты на «Азии» твой город? Но мы же фигуристы, мы не можем играть в города, мы будем играть в фигуристов. То есть я предлагаю сейчас, я называю фамилию фигуриста или фигуристки, а ты называешь еще одного фигуриста на последнюю букву. Но если у мальчиков, понятное дело, буквы разные, да, последние фамилия, то у девочек, особенно наших российских, да, в основном последняя буква будет «А». И, соответственно, как-то не получается, да. Поэтому если мы называем женскую фамилию, то дальше следующий игрок говорит фамилию на предпоследнюю букву. Шулепов. На «В». Воронов. На «В». Вот и закончилось. Волчкова. И мне снова на «В». Так, на «В», на «В», на «В». Почему-то Виктория Синицына, но она же на «Р». Подожди, на «В». Точно кто-то должен быть на «В». Джонни Уэйер. На «Р». На «Р». Да. Рейнольдс. Ага, так. «С», да? Ну, Синицына. На «С». Да, есть. А, ну, на «Синицына», на «А», на «Н». Да, 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 да. Сейчас. На «Кано». Кто? А, всё. На «Кано». На «Н», да? На «О». А, да, точно, на «О». Хотела облегчить себе задачу. Не получилось. Улучшите внимательные спортсмены. На «О». Ты знаешь кого-то на «О?» Только не говори. Знаю. Иностранец? Иностранка? Да, иностранец. О, твои улыбки. Я понимаю, что он популярен. Уже давно не катается, но очень популярен. Ну, ты должна знать. Наверняка, на чемпионате мира с тобой его видели. Хотя, не знаю, тогда катался или нет. Одиночник? Да. На «О»? Да. Мы даже сейчас его вместе сказали. Когда ты сказала на «О», а я тебе сказала. Ну? Что вместе мы сказали? Ты сказала «О», а я тебе говорю «Да». Что получается? О, да! Блин, вот-вот, тук-тук, блин. Вот, это просто нужна тренировка. Это просто мы только начали наши карантинные скайпы. Да. На «А». Давай на «А». А «Аймос» пойдет. Ну, «Эймос», «Аймос», ну ладно. На «С», а мне слово. Да. На «С», на «С», на «С». Не, на «З». А? «З». «З». «Аймос». Не знаю, что-то у меня с буквами сегодня, честное слово. «Загитова», естественно. Хотя были варианты еще из «Загорски». И еще у нас есть «Парницы». Так, ты на «В». Теперь мне на «В», думайте. Я просто вспомнила. Парница. Я таких древних всех вспоминаю. У меня тоже есть на примете. Но ты его должна знать. Волобуев. А, Волобуев, да, я его знаю. Волобуев. Ну, я знаю динозавров. Как я. Так, и снова мне на «В». Ну, я скажу тогда... Блин, только сейчас же помнила. А, волосожар. О, вот это да. Это до меня не дошло. На «Р». На «Р». Рябова. О, красиво-то. Так, «Рябова» и опять на «В», да? Да. Что ж такое? «В», «В», «В». А, «Валиева». «Валиева». И снова на «Е». Давай на третью букву с конца. «Е». «Е». Это отличная букву. Верните «В». Евгений Блещенко. Ладно, сейчас... «Ерохов». «О», точно, точно, точно. «Ерохов». «В». Да что ж такое? «В». «Ерохов». «Ерохов». «Давай на «О», что ли?» «Давай». «Кейтлин Осман». «На «Д». «Д». «Д», да. Чуть-чуть разнообразен. «Дюамель». 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 «Л». «На «Л», да?» «На «Л». «Л». «Леонова». Ну, это с бонусом, потому что это снова сейчас буква «В». В общем, победила дружба, как всегда у нас с Аленой, потому что по-другому быть и не могло, собственно говоря. Это был пробный, мы не готовились. Это была пробная игра в фигуристов, назовем это так. Эту игру вы можете практиковать ее друзьями по скайпу, в прямом эфире, в инстаграме. Мне кажется, тебе понравилось? Да, вообще супер, мозг напрягается просто. Да, и вот этот момент, когда ты знаешь, ты же знаешь, ты же знаешь. Да, да. И много кого знаешь, да, ты же почти всех знаешь. Да. Вспоминаешь самых древних. Потому что сами мы, вот только Беллочка молода и прекрасна, ну мы тоже ничего, я считаю. Ты уж точно ничего в порядке, я вообще не понимаю, как ты это делаешь, как ты столько лет катаешься, отдаешься себя на льду. Это невероятно, я тобой безумно горжусь, я тебя очень люблю. И спасибо тебе большое за этот такой быстрый прямой эфир. Я не договорила про игру, друзья. Пока будем сидеть с вами дома на самоизоляции, пока мы будем спасать этот мир от коронавируса вместе с вами, предлагаю вот вам играть в такую игру. И не судите строго, мы с Аленой не готовились, Алена вообще не знала, что ее ждет, а я не готовила специально, чтобы быть с Аленой в равных условиях. Аленочка, спасибо тебе большое. Я желаю тебе веселого карантина, смотреть сериалы, готовить еду с супругом, не надоесть, в конце концов, друг другу. Ну, это вряд ли. Это вряд ли, я в этом абсолютно уверена, потому что я была на вашей свадьбе, вижу вас, как вы любите друг друга, я желаю, чтобы ваша любовь стала дарилась только крепче, с каждым днем карантина. Люблю тебя, целую, обнимаю. Спасибо большое, Эмми, я тоже тебя очень люблю, мы тебя все любим, и Белла тоже, вот. И самое-самое главное, конечно, всем здоровья, 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 и это сейчас самое важное в нашей жизни, скажем так. И, конечно, будьте дома и попусту не выходите на улицу. Все слушаемся рекомендации от призера чемпионата мира Алены Леоновой, а я же единственное, что добавлю, не забудьте подписаться на канал фигурно-катательный, канал фигурка, потому что пока мы будем сидеть на карантине, мы будем готовить для вас много всего интересного, и не только из еды, но и из вот таких потрясающих интервью и игр. Всем спасибо, сидим все дома, вместе, дружно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok